День энергетика в Десногорске При поддержке концерна «Росэнергоатом» и «Смоленской АЭС» создана новая общественная территория. Награждение лучших специалистов в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. Награждение победителей конкурса «Новогодний креатив». На плановом совещании с руководителями подразделений директор «Смоленской АЭС» сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». В работе 33 энергоблока, в ремонте 4 энергоблока, фактическая мощность на утро 25 257 мегаватт, что составляет 2,27% к план заданию ФАС. О техническом состоянии «Смоленской АЭС» сообщил главный инженер предприятия. В работе 3 энергоблока, суммарная нагрузка 3 166 мегаватт на 6 утра, существенных замечаний нет. За 27 дней декабря энергоблоками «Смоленской АЭС» выработано более 1,9 млрд кВт-часов, сверхплана 86 млн. С начала года выработка составила более 22,6 млрд кВт-часов, что превышает плановое задание на 478 млн. Радиационный фон на промышленной площадке «Смоленской АЭС» и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. День энергетика для десногорцев – один из самых долгожданных и душевных праздников. Его встретили калейдоскопом ярких концертов творческих коллективов сектора культурно-досуговой и спортивной работы первичной профсоюзной организации «Смоленской АЭС». Соревнований по гирям, волейболу, баскетболу, легкой атлетике, плаванию, бадминтону и другим дисциплинам. Порадовали выступления гостей – мужского хора «Русский формат» и дуэта «Баян-микс». 22 декабря работников и ветеранов поздравили директор «Смоленской АЭС» Павел Лубенский, глава Десногорска Андрей Шубин и епископ Рословский-Десногорский Милетий. На торжественном вечере добрые пожелания крепкого здоровья, счастья и благополучия в семьях всем атомщикам адресовал директор Павел Лубенский. Он подчеркнул, что предприятие успешно выполняет поставленные государством задачи по выработке тепловой и электрической энергии при безусловном соблюдении требований безопасности. В числе знаковых достижений года – выдача положительного заключения Ростехнадзора об окончании строительства пристроя «Хаят» и получении разрешения госкорпорации «Росатом» на ввод объектов в промышленную эксплуатацию. Проведение на высоком уровне ремонтной кампании. Присуждение «Смоленской АЭС» второго места в экологическом конкурсе среди предприятий атомной отрасли. Выполнение поставленных задач по энергоблокам замещения с АЭС-2 по продлению срока эксплуатации энергоблока номер 1 и ряд других. Эти победы стали возможными благодаря ответственному труду коллектива. Глава Десногорска Андрей Шубин поблагодарил «Смоленскую АЭС» за многолетнюю поддержку и сотрудничество, направленные на развитие и благоустройство города. Пример тому – прекрасное место отдыха для горожан «Атомпарк», проект, который был реализован в 2021 году при поддержке атомщиков. За активное участие в жизни Богородицы Скорбящинского кафедрального собора и пархиальными наградами отмечены директор «Смоленской АЭС» Павел Лубенский, заместитель директора Анатолий Терлецкий, директор акционерного общества «Атомтранс» Михаил Лосенко, директор «Смоленского филиала» акционерного общества «Атомэнергоремонт» Сергей Крючков, директор акционерного общества «Элс» Сергей Ольховиков и директор акционерного общества «Гидрострой» Владимир Розельман. В завершении концерта все горожане смогли полюбоваться красочным фейерверком, озарившим небо над городом атомщиков. Панорамный многофункциональный павильон с кафе и смотровой площадкой. Перголы с качелями, амфитеатр, детские игровые зоны с песочницей, пружинными батутами, тропой препятствий, дендрори с газонами, аллеями деревьев и кустарников, дорожки для пешеходов, необычные арт-объекты, лавочки и фонари. Все это современный ландшафтный парк, первый в истории Десногорска. Его торжественно открыли 22 декабря. Проектное решение о благоустройстве атомпарка в 2020 году Минстрой Российской Федерации признал перспективным и достойным победой во всероссийском конкурсе малых городов. На его реализацию выделено 70 миллионов рублей из федерального бюджета, 25 миллионов рублей – средства концерна «Росэнергатом» и «Смоленской АЭС». 20 миллионов рублей направлены по соглашению администрации Смоленской области и госкорпорации «Росатом». Вклад Десногорска – 38 миллионов рублей, полученные за второе место в конкурсе «Лучшее муниципальное образование». Отрадно, что сегодня как раз наш профессиональный праздник – 22 декабря, День энергетика. Такое знаковое событие в нашем городе. Поэтому жителям есть где провести свой досуг, прийти сюда самим, со своими детьми, посмотреть на всю красоту, которая здесь у нас есть. Ну и продолжаем дальше нашу работу. Мечту к реальности приближали, как говорится, всем миром. Впервые о желании преобразовать территорию на берегу водохранилища заявила Десногорская команда в 2019 году, став победителем конкурса «Агентство стратегических инициатив 100 городских лидеров» и, как следствие, участником акселерационной программы. Это первый наш городской проект, полностью проект соучаствующего в проектировании. С самого начала, с идеи, с мечты в 2019 году данный проект был придуман нашими дорогими десногорцами. Они сами разрабатывали концепцию, мы только направляли немножко к этому. Они придумывали наполнение, они рассказывали о том, что бы они хотели здесь видеть, что было бы для них, для их семей удобно здесь и комфортно, и как бы они с этим обращались. И благодаря именно участию жителей, благодаря их поддержке на всех этапах реализации проекта, мы сегодня вместе с вами имеем наш замечательный атом пара. По словам главы муниципалитета Андрея Шубина, реализовать проект невозможно было бы без поддержки генерального директора Роснергоатома Андрея Петрова, директора Смоленской станции Павла Лубенского, губернатора Смоленской области Алексея Островского, фонда АТРАЭС, совета руководителей Десногорска. Мы на этом не останавливаемся, а идем дальше. Я надеюсь, что вся наша прилегающая территория вокруг нашего любимого водохранилища, она приобретет вот такой замечательный и интересный вид. И гости нашего города, жители будут радоваться и получать удовольствие от того, что они смогут прийти и отдохнуть в этот замечательный парк. Наш атом парк был представлен на выставке достижений Агентства стратегических инициатив 16 декабря президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Среди других лучших практик, реализованных в рамках проекта «100 городских лидеров». Он отмечен как эталон общественного пространства для людей разных возрастов и интересов, модель соучаствующего проектирования, синхронизации инвестиций. «Деснокорцы прямо проявляли особую активность. Если бы не обратная связь, не обратная отдача, мне кажется, у нас бы не получилось такого классного проекта. Поэтому все молодцы, совместной работой мы добились такого успеха». На Смоленской АЭС награждены лучшие специалисты в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. Они выявлены по результатам отборочного этапа конкурса среди персонала обслуживающего оборудования природоохранного значения в основных и вспомогательных подразделениях. За лидерство состязались 16 работников. Им следовало ответить на 100 вопросов, связанных со знанием законодательства Российской Федерации и нормативно-правовых документов в области охраны окружающей среды и рационального природопользования с функционированием системы экологического менеджмента, обеспечением производственно-экологического контроля. Конкурсантов оценивала комиссия под председательством главного инженера Алексея Лещенко. Все участники сошлись во мнении, что конкурс подарил здоровое соперничество и много хороших впечатлений от общения с коллегами. А главное – возможность посмотреть свежим взглядом на свои знания и применение нормативно-правовых актов в разных ситуациях. Победила инженер-химик цеха обеспечивающих систем Вероника Черкасова. Второе место – у ведущего инженера химического цеха Людмилы Евтиковой. Замкнула тройку лидеров инженер реакторного цеха Виктория Миронова. Золотой и серебряный призеры представят Смоленскую АЭС в корпоративном конкурсе среди лучших специалистов-экологов атомных станций концерна «Росэнергоатом». Праздничное настроение пришло на Смоленскую АЭС вместе с необычным конкурсом «Новогодний креатив». Условия были непросты – создать игрушку для елки, отображающую суть работы, специфику деятельности подразделений. 27 декабря подвели итоги, наградили участников дипломами и призами от администрации и профсоюза атомной станции. Умельцы из 38 цехов проявили смекалку, находчивость и творческий подход. Благодаря их стараниям новогоднюю красавицу украсили 67 уникальных и удивительных игрушек. Каска из папье-маше, кокон-блок, вентиляционная труба, щелкунчик, пряники с пожеланиями, противогаз из пластилина, куклы и поделки из дерева, ниток, бумаги. Все они блестят и светятся на елке в холле второго этажа административно-бытового корпуса. Как признаются организаторы, они крайне рады такому интересу. А количество, качество и разнообразие поступивших работ лишь подтверждают, что атомщики – профессионалы во всём. Они имеют не только высокую квалификацию, но и богатый внутренний мир и огромный творческий потенциал. По итогам конкурса было выбрано шесть победителей и призёров, а абсолютно все участники отмечены почётными грамотами. Третье место занял отдел охраны окружающей среды с игрушкой, изображающей природу и животный мир. Ещё один бронзовый призёр – служба безопасности, которая, исполняя свой долг, выдала пропуска Деду Морозу, снегурочке и символу 2022 года – тигру, а также украсила ёлочку камерами наблюдения. Второе место разделили электрический цех и бухгалтерия. Благодаря их мастерству на ёлке засияла и засветилась новогодняя игрушка в форме лампочки и великолепные счёты с ушками вместо косточек. Победителями признаны турбинный цех, который представил уменьшенную копию турбины с вращающимися деталями и элементами, и химический цех, подготовивший самое большое количество игрушек – 11. Среди них – гирлянды и игрушки из колб, тигрёнок, изучающий химические реакции. Спасибо всем участникам, благодаря которым появилась уникальная новогодняя ёлка, объединившая всех работников. Надеемся, что конкурс станет тёплой предновогодней традицией. На этом наш выпуск завершён. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. С важными событиями жизни станции вы можете ознакомиться в разделе «С АЭС» на сайте rosenergoatom.ru, а также в официальной группе Смоленской АЭС в социальных сетях – Вконтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!